В этом видео мы поговорим не только о вещах, которые удивляют нас в испанском менталитете, но и о том, что удивляет испанцев в нашем. Если вы только переехали в Испанию или планируете ваш переезд, обязательно посмотрите это видео до конца. Может быть, оно вам позволит избежать культурного шока. Меня зовут Жанна, и вы на канале Live Spain Club. Я приехала в Испанию 18 лет назад на 3 месяца. И через месяц я первый раз вышла в город и встретила своего мужа Рафаэля. Мы вместе вот уже 18 лет, в официальном браке 12 лет. Когда я познакомилась с Рафаэлем, он занимал должность директора в одной из самых крупных мультинациональных фарматистических компаний, Альмираль. Один, наверное, из самых основных стереотипов, можно сказать, которые существуют у тех, кто собирается переехать в Испанию или кто уже переехал и с чем сталкиваться, это что у испанцев есть такое, как маняна, но пассанада, что они достаточно ленивые и непунктуальные. И сейчас мы спросим Рафаэля, что он думает по этому поводу, потому что я знаю, что мой муж суперпунктуальный. Ну, я не знаю много в Руси, если люди будут пунктуальны, но я думаю, что в todas partes есть люди, которые есть и люди, которые нет. Но здесь, в целом, я думаю, 50%. У нас, например, прямо борьба за то, что если нам куда-то надо идти, мы за час должны быть уже, я должна быть собрана. Да, потому что я думаю, что часы – это часы, и если у вас есть час, то если у вас есть час, то если у вас будет дать больше времени, чтобы у вас исправить, то начнется раньше. Но я не понимаю, что люди, потому что у вас нужно исправить, или что-то еще разное, приходят поздно, в моем менталитете. Но есть другие партии, которые дают то же самое, потому что они первые, которые приходят поздно. Знаю вот этот момент у Рафаэля, я теперь, даже когда мы готовимся к поездке, за день точно собираю уже чемодан. Он у меня собран, чтобы все были спокойны и никто не нервничал. В любом случае, здесь мы всегда говорим, что мужчины всегда должны ждать женщин, потому что женщины всегда приходят поздно. Но, тем не менее, у нас нет особо конфликтов на тему, из-за того, что я иногда долго собираюсь, хотя, когда я куда-то собираюсь в гости, что за манера? Ты встаешь в дверях вот так, смотришь на меня, как будто бы от этого я быстрее соберусь. Конечно, нет. Но Рафаэль не один так делает. У нас есть еще тоже друзья, которые точно так же, испанцы, кстати, страдают тем, что пока жена собирается, муж становится и смотрит. Это раздражает ужасно. Я сто раз тебе к этому говорила. Не, я могу делать две вещи, или смотреть, или снимать ноги. Поэтому, я prefiero смотреть. Иногда, если я собираюсь, Рафаэль уже садится в машину и начинает пипикать. Но вот это меня просто выводит абсолютно. Но я, когда я иду в машину, потому что она мне говорит, что я уже, практически, то, если я иду в машину, я уже иду в машину, я закрою в машину, потому что это холодно, я закрою, и получается, что «иду» не является «иду». И тогда ты начинаешь. Я могу сделать это, или я могу romper машину внутри, но я предпочитаю сделать это так. Естественно, у испанцев есть определенная особенность, они очень любят праздники. Самое основное, наверное, это праздники города, праздники баррио, морос и крестьянос… Почему так важно для испанцев вот праздники? Любят праздники ужасно. Потому что, из-за того, что вы должны заткать, что есть очень традиция в фестах. Не фесты, которые сейчас уже уже старались. Они очень строились, что в северном севере. حيث очень много лет назад. И тогда, в спине, каждый народ имеет свой феста. А также, это шеста национали, или, например, феста традиционные, например, в фесте, в намечения. На спине, на�ыдав emphasised очень важное для всех семи, а все из-за того, что мы взаимы берем, Это действительно для испанцев такие праздники, как Рождество, оно считается священным. Ты можешь не появиться на Новый год, но на Рождество ты должен обязательно быть семьей. В Семане Санта, например, quantíssima gente participa в процессе. Есть люди, которые все время ждут, что приезжают этот момент. Здесь действительно чувствуется этот дух праздника, и за это, наверное, мы любим Испанию и испанцев в том числе. У нас в семье, ну, в последнее время, так складываются обстоятельства, что домохозяйка у нас Рафаэль. Как он готовит? Как ты к этому относишься, что ты вот сейчас занял роль домохозяйки? Ну, это очень интересно. То есть, чтобы быть директором фармацевтики, чтобы быть в коксином и cuidать дома, раньше я был все время на машине, сейчас я все время в коксине. Ну, ну, я люблю. Я хорошо. Я всегда нравится. Я всегда люблю гастрономию. Всю жизнь я должен быть и есть в ресторанах, которые лучшие в мире. И все это, ну, теперь я буду в доме, для меня и для моей семьи. Perfect. Давайте уточним. Что думает мой муж? Что мужчина должен работать, зарабатывать деньги, а женщина заниматься домашним хозяйством? Или как? Нет. Это было antiguо. Теперь уже нет. Теперь мужчины и женщины в Испании работают. В принципе, в нашей семье есть одно исключение. Я, в принципе, не знаю много таких семей. У меня, Рафаэль, он готовит мне завтрак, обед, ужин, ходит в магазин и он наслаждается этим. Если мы говорим о еде, то когда я приехала в Испанию, для меня, в принципе, было необычно то, что здесь время еды это священно, это sagrado. В нашей культуре, вот я из Латвии, у нас такого нету. И у нас с этим был интересный, скажем, ну не конфликт, но такая нестандартная ситуация, когда приехали мои дети. Потому что они привыкли к тому, что когда они хотят есть, бабуля всегда им бежала на кухню, готовила, чтобы там не было. И когда они сюда приехали, они тоже часто подходили к холодильнику. Это было очень интересно, это не я понимаю, что что-то есть, что-то есть, что-то в каждом часе, что-то они едут на кухню и они постоянно входят. И что-то есть, в случае твоих родителей, у твоих родителей, которые всегда были, и у детей, что-то есть в каждом часе. Нет, это не я понимаю. Здесь есть наше время, и нужно спрятать. В молодых людей, в зиму, в саду, в езде, в саду. В наше время, когда дети работают, если идут в работу pronto, то есть что-то, что называется, и люди поют у нас 10 о 11, начинают работать pronto. И наше время, да, у них есть, у меня нет ни одного, у меня нет еды к вечеру и у меня нету, потому что в Езбавре, Городная, обычно, ест позже и ест позже, поэтому время очень широк. Практически были в шаге от того, чтобы не повесить большой замок на холодильник, потому что дети подходили к холодильнику каждый час. Да, но вы все равно, когда вы пригласите людей, и почти всегда вы делаете шашлики, шашлики, шашлик. Хорошо. Вы задаете шашляки и вставите кbt. Или солистик или морсильки. Вы начинаете качать, вы начинаете говорить. В основном, разговариваете, разговаривает. Все время вы проводите качать к Deaf. Здесь, в Испании, когда приходят гости, обед начинается и закончится после к 8 вечера. А меня, например, в испанцах шокирует то, я сейчас уже привыкла, они едят и в то же время разговаривают о еде. Кто что ел, кто что покупает, а вот это вот, пробуйте это, вот это вкусно. Мне кажется, мы, да, мы едим, но мы столько времени, во всяком случае, вот у меня в семье, мы не уделяли тому, чтобы говорить о еде. Но может быть еще это в зависимости от того, что в нашей, например, балтийской кулинарной истории, нет такого богатства, да, кулинарного. Да, он мне enseñал к ем, потому что он ем очень хорошо. Но это правда, что в испанцах шокирует очень различная и очень вкусная, но в том числе, что она тоже очень вкусная, потому что у нас много продуктов. Остальше. 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 Счастливо. Счастливо. Остальше. Я Mode, о легубках, о пл Почему ты от нас научился, ведь правда? Голубцы и лосось. Есть галуси, есть лососы, есть галуси, есть лососы. И вот так. Есть галуси и лососы. Есть очень мало. Культура гастрономичная культуры очень маленькая. Вместе с нами. Я знаю, что процесс переезда в новую страну может быть сложным и даже пугающим. Именно поэтому я и моя команда уже более 9 лет профессионально занимаемся резиденциями и всеми юридическими вопросами. Если вы мечтаете о жизни в солнечной Испании, то обращайтесь к нам, и мы будем рады вам помочь. Ссылка под этим видео. Ладно, еда у нас может быть не очень, но у нас же есть хорошие, приятные традиции. Например, сауна. Ла сауна, да. Я всегда был наше представление, потому что здесь есть лососа финансовая, что это лососа. И я, когда я был там, первое время, мне сказали, сауна, и потом мне понравилось. Это процесс, который нужно научиться. Они идут несколько раз, как они идут в процессе. И, правда, мне очень понравилось, и теперь мне нравится. Теперь, есть вещи, которые мне очень понравились. И, что мне больше не понравилось, первое время, когда я был и мне дали, чтобы я купил филтру, и я подумал, что эти филтры такие логи. Я надеюсь, что вы сейчас понимаете, что речь идет о традиционной бане, с веником, с прыганием в холодную воду, в прорубь. Есть у европейцев определенное представление, как русские люди пьют водку. И к нам пришел в гости один друг. Я достала фужерчики маленькие. Он говорит, а есть другой? Я говорю, а чем тебе этот не нравится? Он опять наставит, говорит, а есть другой? Я говорю, ну нет, вот, ну как бы, я думала, может, размерчик не подходит. Он выпивает водку и со всей дури кидает этот бокальчик, хрустальный был, кстати. Разбивается он в дребезке об стенку. У нас немая сцена. И он говорит, а что, разве не так пьют водку? Ну, я не знаю, что, но это не так пьют водку. Это не так пьют водку, как я не знаю, что это, что это не так пьют водку. Испансы едят с вином. А крепкие напитки, это уже после того, как закончили есть, его удивляет, как в наших культурах славянских можно есть и запивать водкой. Мне, когда я приехала, было достаточно легко адаптироваться. Мне все понравилось в Испании буквально с первого дня. Хотела спросить у Рафаэля, было ли ему легко адаптироваться к моим вкусам, к моим интересам, к моему образу жизни. Тем более, надо учитывать, что я приехала не одна, я приехала еще с двумя маленькими детьми. Не потому, что у меня есть дефект. О, я бы не могла бы жить в Ладвии. Но, когда жить здесь, это легко. О, я думаю, это моё оборудование, это моё оборудование, это моё оборудование, это моё оборудование. Это не трудно. Когда я приехала в Испании, я приехала в Испании на три месяца. Ну, так случилось, что через месяц я познакомилась с Рафаэлем, и вот мои три месяца превратились плавно в 18 лет. И мне хотелось бы спросить Рафаэля, а если бы он приехал в Латвию, например, просто как турист, и встретил меня, влюбился бы. А я бы сказала, нет, 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 я не поеду в Испанию. Смог бы ли он поменять настолько всё в своей жизни и приехать и жить со мной в Латвии? Нет. Мне faltали луц, 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 не adaptали мне к климу. Я говорю испанец, я говорю французский, всё это да, но русский, я пытался. Это очень сложно. Поэтому, касты, 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 холодно, oscuro. Нет, не, не, не. Я здесь. Вывод. Если вдруг вы где-то встретили испанца, неважно, в вашей стране или в Испании, когда вы были в отпуске, если вы хотите быть с ним вместе, то ментализируйтесь. Вам придётся переехать и жить в Испании. Испанец не приедет в вашу страну. Вы, вы, люди из страны, у вас есть важный преимущество, что вы aprendёте язык с великой скоростью. Да, мы быстро учим язык. Вы приходите, и в несколько месяцев, вы как будто вы... Я влюблюсь. Потому что мы не. Мы очень бурры с языком. Я, может быть, не могла высказать всё, что мне нравится или не нравится. Может быть, это было каким-то даже преимуществом. Правда? Сейчас часто Рафаэль говорит, «О, раньше ты была другая». Поэтому всё время Te levantас очень нежму, ты начинаешь работать, ты готовный, ты кемица, ты Но раньше все это не существовало. Ты получил твои работы с 9 до 2 и с 4 до 6. Ты получил твои часы и потом все закончилось. Теперь 24 часа, 7 дней в неделю. И это иногда даст реперкуссию в паре. Есть такой момент, что испанцы действительно умеют выстроить этот баланс между работой, семьей. Если это отпуск, то это отпуск, на работе хоть пожар. Я к этому стремлюсь. Это вот следующий мой этап. Я себе поставила цель, что я в принципе тоже добьюсь вот этого баланса между семьей, работой. Я обещаю. Более подробно о браке с испанцем я уже рассказывала в одном из наших видео. Поэтому, если вы его не смотрели, обязательно посмотрите. А также всегда ставьте колокольчики, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые интересные видео. Пока.